Врач-нарколог 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 Судя по повседневности, можно сказать, что очень большое число людей, то есть очень большой процент населения курит. И что очень печально, конечно, рано начинают курить довольно-таки. Какой возраст можно сейчас назвать? Как ранний? Ну, школьники уже все-таки пробуют. Это было и раньше так, и такая тенденция отмечается и сейчас. Но среди молодежи есть очень большая прослойка, которая ведет абсолютно трезвый, здоровый образ жизни. Разумеется, не курят. Да, надеюсь. Ну, и еще такая тенденция. Вот среди молодежи прослеживается такая тенденция, что ведут здоровый образ жизни. Это отрадно. Но печально, что многие женщины, взрослые женщины у нас курят. Вот. Причем открыто. Если раньше, в нашу эпоху, в эпоху нашей молодости, все-таки женщины больше стеснялись курить как-то. Где-то прятались. Да, да, да. Публично открыто. Так же, как школьники. Да, да, да. Я помню очень хорошо, в школах на территории заднего двора обычно школьники собирались, и были и школьники среднего звена, а многие начинали даже в начальных классах, совсем маленькими. Пробовали это дело и прятались, конечно. Сейчас все более открыто. Да, это наша демократия. Более дозволено. Да, да. Ну, конечно, каждый решает сам для себя, какой образ жизни вести. Поэтому, ну, наша задача медиков, наркологов предупреждать, не лишнее каждый раз напоминать о вреде, а то, что это вредно, знает любой, тот, кто и курит, и кто не курит. Мне кажется, каждый курильщик для себя, наверное, выбор сделал, все равно ему известны и последствия, страшны своей этой вредной привычке. И, тем не менее, все это происходит, потому что, наверное, все-таки главное сознание человека, если он хочет, он бросит, и он прекратит. Разумеется. И вот почему человек, уже достаточно хорошо познав вредные стороны курения, тем не менее, не может отказаться, где-то, может быть, и хотел бы. Проблема в том, в том, что, почему именно к наркологии эта проблема относится. Наша служба наркологическая, она занимается болезнями, патологической зависимости. И туда же входит и курение, вызывает сильнейшую зависимость на условно-рефлекторном уровне, то есть на уровне головного мозга. И поэтому уже курение, этот никотин, самое такое основное действующее вещество табачных изделий, там множество вредных компонентов, там много канцерогенных веществ. Вот именно никотин, встраиваясь в обменные процессы человека, он уже, как бы, уже переходит на уровень, физиологический уровень обменных процессов, уровень физиологии человека. То есть это уже физиологическая потребность? Потребность, да. Так же, как у наркоманов, у алкоголиков, зависимость есть от каких-то инъекций или, там, я не знаю, от употребления наркотиков, и так же, как от спиртных напитков, да, и то же самое мы наблюдаем с сигаретами. А вот скажите, пожалуйста, ну, мировое сообщество, конечно, борется с курением, и мы замечаем, вот уже несколько лет на пачках изображены страшные картинки. Насколько это работает? Вот вы, как наркологи, можете сказать, это вообще действенные методы или нет? Все предупредительные плакаты, ролики, прочие, картинки те же самые. Насколько это хорошо работает, эффективно? Ну, знаете, постольку поскольку. Конечно, вот если ребенок с детства видит какие-то рекламные ролики о вреде курения, вот в подсознании уже откладывается. Может быть, это и в дальнейшем, когда уже ребенок созреет, ну, у него будет, он примет решение отказаться, не курить, потому что у него отложилось уже в подсознании, вот, ну, мнение о том, что это вредно. А так вот, 50 на 50, на кого-то это более внушаемые люди, такие люди есть и более, ну, как сказать, вообще плохо поддаются воздействию всевозможных внушений, а эти люди просто как-то, может, с нас немножко где-то относятся, поэтому постольку поскольку. Как же обратный эффект? Вот многие люди, вот, как раз-таки, когда им часто говорят, это вредно, это плохо, мы все знаем, что запретный плод всегда сладок, и вот человек, может быть, на каком-то психологическом уровне, вот, как раз-таки и противится этому и продолжает делать то, что он привык делать. Ну, да, это... Вопреки обществу, вопреки всяким призывам. Это же не зря сказано. То есть есть и оборотная сторона медали? Конечно, конечно. Есть телефонный звонок, послушаем телезрителя. Добрый день. Алло, добрый день. Добрый, задавайте свой вопрос. Я просто хотела узнать, у меня сосед, он курит, но он хочет, бросит, он никак не может. Ну, какое-нибудь лекарство, что-нибудь такое есть? Спасибо за ваш вопрос, но мы уже сказали. Лекарства, конечно же, существуют, которые вызывают, допустим, непереносимость табачных изделий, подавляют тягу. Эти препараты можно спросить в аптеке. Они продаются свободно, не требуются рецептов официальных. Да. Поэтому, пожалуйста, кто хочет бросить курить, мы, медики, можем только лишь помочь. А бросить может только сам человек. Что нужно сделать? То есть самостоятельно пойти в аптеку и приобрести все эти препараты, попробовать на себе, действовать, не действовать и дальше решить? Или все-таки пообщаться с врачом-наркологом? Конечно же. Лучше обратиться к специалистам. Куда? Давайте называть. Куда обратиться? Это Актюбинский областной наркологический диспансер. Наш адрес улица Тахавиахтанова, 53. Ну, этот наш диспансер, наверное, очень многие знают, потому что кто устраивается на работу. Все вынуждены проходить через нас, поэтому и расположение у нас такое в районе колхозного рынка. Поэтому нетрудно нас найти и обратиться можно, пожалуйста. Мы все наркологи можем дать советы и конкретно назвать препараты. Ну, давайте вот смоделируем ситуацию. Я пришла к вам на прием, вы врач-нарколог. Что вы посоветуете мне, допустим, для того, чтобы я бросила курить? Ну, для того, чтобы бросить курить, в первую очередь, нужно ваше твердое желание. Так, в первую очередь, это желание. Все-таки действительно мысли, голова, сознание, все это дает первый такой импульс для того, чтобы сделать этот шаг. Хорошо, вот человек приходит, который действительно решил, убежден, вот как тот самый сосед, который хочет, но не может. Дальше. Ну, мы интересуемся стажем курения, конечно же. Проблемами со здоровьем, которые уже возникли. Поэтому, конечно же, помимо препаратов, которые вызывают непереносимость табачных изделий, подавляют тягу, конечно же, как все эти вещества, они все отравляющие организм, то есть организм уже зашлакован, уже отравлен, поэтому необходимо. Дезинтоксикация. Это первый начальный этап при любом лечении наркологических, любых наркологических заболеваний. Так, что это значит и где эту дезинтоксикацию пройти? Это можно пройти у нас в диспансере. Для этого нужно лечь в диспансере или как? Да нет, не обязательно, у нас существует дневной стационар, амбулаторно прийти, как говорят, принято в народе, прокапаться, вот, то есть очищается организм. Это уже, как бы, первый шаг на пути выздоровления. И потом бросать курить? Нет, в этот период уже, конечно, человек должен бросать, но ему тяжело. Болезнь патологическая, астинентный синдром. Это та же самая ломка, как у наркоманов, да, будет происходить? Это механизм одинаковый. Вот сегодня вечером бросил человек курить, завтра он может смело идти к вам и начинать прокапываться и употреблять лекарственные препараты, так? Конечно, конечно. Насколько легче ему будет перенести и какой период вообще врачи отводят, медики, для того, чтобы вот окончательно избавиться от этой привычки? Это зависит от стажа, от состояния, ну, больного, так скажем, раз обращается в медицинское учреждение, мы его можем уже считать больным человеком. И поэтому все это в совокупности, ну... Ну, в среднем. В среднем до двух недель. Достаточно этого времени, чтобы... Да, основной этап, вот эта дезинтоксикация первая. Скажите, пожалуйста, если вот человеку очень тяжело бросать, вы допускаете, чтобы он выкуривал, допустим, через день, через два какую-то сигарету, это можно делать или нет? Есть разные принципы. Допустим, человек с очень большим стажем и уже много у него соматических заболеваний, осложнений, то, конечно же, здесь необходим постепенный отказ. То есть, курить, допустим, уменьшать количество выкуриванных. Реже и меньше. И это тоже помогает? Это помогает, да. А некоторые мы советуем... Резкое? Резкое. И окончательно? Да. И бесповоротно? Ну, это в зависимости от состояния человека. Но рецидивы тоже бывают? Конечно. Возвращаются люди к сигарете? Вот, чем наши болезни и вот лечение, мы говорим, малоэффективно, зачастую срывы и рецидивы. Большое спасибо. Мы с вами сегодня прощаемся, но, думаю, еще встретимся, потому что тема актуальна и интересна. С вами были сегодня Сауля Бекетова, врач-нарколог, и Ирина Гудь. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.